Каждый год в августе в Управлении образования Великоустюгского округа формируется определенный перечень свободных вакансий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Это делается с целью пригласить молодых специалистов либо кадры из других городов. В настоящее время свободно 58 вакантных должностей. В первую очередь требуются педагоги-предметники, это учителя русского языка литературы, учителя математики, иностранного языка, учителя естественно научного цикла, это физика, биология, химия, так как в школах у нас открываются точки роста и дополнительное образование тоже необходимо благодаря этим учителям развивать. Кроме этого у нас требуются некоторые школы-советники по воспитанию, советники-директоров и педагоги дополнительного образования, так как также сфера развивается активно для функционирования школьных спортивных клубов, школьных театров. Стоит отметить, что в августе прошлого года в образовательные организации пришли 18 молодых специалистов. Все они являются выпускниками Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа. Большинство из них, получив среднее специальное образование, уже будучи учителями и воспитателями, получают заочно высшее образование для того, чтобы работать не только учителями начальных классов, но и преподавать отдельные предметы. Управление образования заключает с такими специалистами целевые договоры, что дает определенную гарантию трудоустройства в школах и детских садах округа. Дарья Маркова ровно год назад пришла учителем начальных классов в гимназию. За этот период поняла, что время потрачено не зря. Выбранное дело приносит удовольствие и удовлетворение, учитывая, что в школе ей готовы прийти на помощь опытные наставники. Было очень страшно. Я скажу, очень страшно. Я думала, что мне не получится ничего, я не смогу ничему детей научить. Но вот проработав год, увидев результаты, которые у меня дети совершили за этот проделанный путь, я поняла, что это все было сделано мной не зря. Особую благодарность мне хочется выразить родителям детей, которые мне помогали всегда, весь этот год помогали, поддерживали, давали некоторые советы по воспитанию их детей. Стоит отметить, что всем молодым педагогам положены многочисленные льготы. Особую поддержку от государства получают те специалисты, которые трудятся в сельских школах. Им положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году 4 человека воспользовались данной возможностью. В 2021 году – трое. Также учителям в деревнях и поселках предоставляется муниципальное жилье. Тем педагогам, кто работает в другом населенном пункте, выдается 5 тысяч в год на транспортные расходы.